Познакомиться с предприятиями поселений Щелковского района вновь выехал Совет депутатов во главе с Надеждой Суровцевой. На этот раз делегация народных избранников посетила два новых инвестиционных объекта Медвежьих озер. Сопровождал депутатов глава сельского поселения Владимир Канахин. Высокотехнологичное сельское хозяйство ООО «Агротехмаркет», более известная под торговой маркой «Грибной комплекс Подмосковья», занимается производством шампиньонов в деревне Долгая Ледова. Производительность комплекса – 1300 тонн в год. На сегодняшний день предприятие собирает за год 11 урожаев. На этом компания не останавливается. Амбициозные планы по расширению производственного комплекса и переводу земель в другое назначение из промышленности в сельское хозяйство могут способствовать увеличению производительности до 14 тонн в год. Запланированные масштабы направлены на продвижение российских производителей и внедрение импортозамещающей продукции. Мы сегодня познакомились с властью. Сегодня по итогам я хочу сказать, что прекрасная встреча. Мы, я думаю, что показали интересное производство, и руководители района будут и дальше нас поддерживать в наших начинаниях. Есть, допустим, определенные вопросы по переводу земель из одной категории в другую, и мы эти вопросы услышали. Я думаю, что мы всячески будем содействовать тому, чтобы для развития данного производства мы принимали решения. Если они принимаются на уровне правительства Московской области, значит, мы будем обращаться в правительство, помогать обязательно. Делегация познакомилась и с новым конно-спортивным комплексом «Звездный». Наличие такого уникального объекта, безусловно, повышает престиж населенного пункта из Щелковского района. Конно-спортивный клуб отвечает международным стандартам и обладает всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Конюшня рассчитана на 70 голов и еще продолжает заполняться. Есть денники, то есть боксы для лошадей, автопоилки, солярии, мойки, отапливаемая бочка и манеж. Открытие комплекса запланировано на сентябрь, но в нем все уже готово к работе. Несмотря на то, что основное направление клуба – выездки лошадей, в нем также будет открыто и обучение, и катание, и любительские прогулки. Сейчас мы находимся в конно-спортивном клубе «Звездный». Здесь содержится около 40 голов лошадей. И несмотря на то, что официально клуб еще не открылся, мероприятие с лошадьми уже проводится. У каждого комплекса какая-то есть своя изюминка. В нашем, во-первых, это, наверное, использованы современные технологии, последние которые, начиная, допустим, с денников и заканчивая вентиляцией, включая вот такой манеж. И подбором душевных, интеллигентных и грамотных людей. Я считаю, что на территории Щелковского района у нас как раз организуются такие клубы, предприятия, которые, в общем-то, на уровне европейского. Это создание и рабочих мест в рамках исполнения и наказа губернатора для создания рабочих мест. И в том числе это как бы развитие инфраструктуры района. То есть, допустим, вот этот конно-спортивный клуб «Звездный», в дальнейшем он может и будет использоваться в том числе и в рамках развития туристического кластера на территории Щелковского района. Депутаты также заехали в новый городок. Побывали в недавно отремонтированном зале спортивных единоборств, где сегодня проводятся тренировки по боксу и различным видам борьбы. Посетили и отделение Балашихинского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Он в скором времени ожидает открытия. Марина Познякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».